Крым это в последнюю очередь законы, чиновники и депутаты. В первую очередь это люди, которые населяют республику, работают ради блага ее жителей и развития общества. Именитые врачи и спасатели, художники и музыканты получили заслуженные награды. Поводом стал День Республики Крым. Именно в этот день, ровно 29 лет назад, 20 января 1991 года, состоялся референдум о государственном правовом статусе Крыма, на котором мы высказались за восстановление республиканского статуса нашего полуострова. День Республики Крым, впрочем, лишь повод для награждения, а настоящая причина – талантливые люди, которые вносят невероятный вклад в родной край. Культура, медицина, наука, образование и многое другое. Именно в таких условиях рождается, а затем развивается народ. Республика развивается благодаря тем людям, которые вкладывают свою душу, вкладывают свое здоровье, вкладывают свои знания в том, чтобы наша республика процветала. И если мы сегодня говорим об учителе, мы говорим о том человеке, который занимается воспитанием и готовит будущее поколение. Сегодняшнее награждение, к слову, не единственное мероприятие, которое власти приурочили ко Дню Республики. Региональный Мининформ объявил конкурс на лучшее фото на фоне крымских достопримечательностей. Согласно условиям, свои работы нужно опубликовать в социальных сетях с хэштегом «Мой Крым 2020». Жюри выберет ряд финалистов и присвоит им номера, после чего случайным образом определит 25 победителей. В награду они получат дипломы и памятные подарки. Никита Егоров, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.